Как началась сегодняшняя торговая сессия на американском континенте? Молчание и отсутствие новостей относительно противостояния двух сфер держав – США и Китая – пугает трейдеров. Напряжение на рынке растет с каждым днем приближения даты ввода Китая тарифов на американский импорт. На этом фоне котировка индекса доллара подбирается к недавним пикам. Восходящая ралли графика вывела доллар выше уровня 98.00. Спрос на безопасные активы отразился и на десятилетних госаблигациях США, доходности которых оказались на минимуме 2017 года. А между тем на рынке появился слух о том, что ФРС в течение этого года может понизить ставку и может быть даже дважды. Торговый конфликт уже оказывает негативное влияние на американскую и мировую экономику в целом. Дальнейшие последствия вполне могут вынудить монетарные власти изменить курс денежно-кредитной политики. Ну а пока инвесторы терпеливо ждут завтрашних данных по темпам роста американской экономики за первый квартал. Продолжается подъем доллара США и в паре с канадской валютой. Сегодня котировка консолидируется чуть выше отметки 1.3500. И причин к дальнейшему движению графика вверх предостаточно. По итогу сегодняшнего заседания Банк Канады принял решение не менять размер процентной ставки и пока воздержался от упоминания необходимости вернуться к нейтральным ставкам. Тем не менее инвесторы и без подобных намеков понимают, что в скором времени канадский Центробанк будет вынужден провести меры по стимулированию экономического роста в стране. Кроме этого, канадский доллар утратил поддержку со стороны нефтяных котировок. Цены на нефть марки Brent впервые за последние два месяца опустились ниже отметки в 67 долларов за баррель. Основным драйвером рынка на данный момент по-прежнему остаются опасения за последствия торгового конфликта США и Китая.